Приветствую вас, друзья, в третьем уроке в преддверии старта коуч-тренинга «Зимний прорыв». С вами я, Анастасия Час, и мы продолжаем познавать себя. Тема сегодняшнего урока – жертва, помощь, паразит. Что между ними общего? Когда человек не принимает жизнь такой, какой она есть, это приводит к проявлению теневых областей, которые закрыты для человека. То есть в один прекрасный момент человека перестают информировать о том, что вызывает у него неприятие. Ну так спокойнее для окружающих. И вот человек становится выброшенным, будто из реального хода вещей. Отсюда и появляются любовницы, к примеру, в семьях, где жены капризны, сварливы или уперты, глухи к потребностям, к своим мужьям вообще. Либо появляются любовники в семьях, где мужья деспотичны, где злые, где они очень ревнивы, истеричны, обидчивы. Также появляется двойная мораль, преступность и в том числе и ненависть между разными социальными группами, ну классами, считай, бедными, богатыми. И все это потому, что мы не принимаем, не умеем принимать жизнь такой, какая она есть. Мы сами создаем свои результаты. И здесь хочу сказать, что есть один очень мощный инструмент, которым пользуются все те, у кого в жизни все, скажем так, грубо, хреново. Этот инструмент называется избегание. Избегание всего, что имеет хоть какое-нибудь отношение к самостоятельности, к ответственности, к результативности. Естественность всего, что имеет отношение к позиции жертвы. Почему так? Ответ очень прост. Потому что винтиками всегда управлять проще. О жертвах можно заботиться, их жалеют, можно кормить подачками, обещаниями. Можно сказать, да, вот завтра сделаю, или тебе там принесут, или дадут. И десятилетиями можно кормить обещаниями. Ну, потому что все равно они ничего сами сделать не могут, ничего сами они не изменят, ничего сами они не возьмутся за что-то другое, не поменяют. Они же жертвы, и их нужно пожалеть. И посмотрите, слово жалость происходит от слова жалить. По сути, мы, когда жалеем своих людей, да, жертв, мы их жалим, мы их унижаем. Пожалеть человека, это заведомо ставить его ниже себя, а себя выше, конечно. Ну, возомните о себе, что да, мол, я вот такой-сякой или такая-сякая, что я могу позволить себе кому-то помочь, кого-то пожалеть. Какое любимое, привычное, вернее, состояние даже любой жертвы? Правильно, страдание. Возьмите женщину, да, есть муж, ее практически постоянно избивает, но она не заявляет на него, не уходит, не предпринимает никаких шагов по изменению своей жизни. То есть, значит, ей так удобно, ей так выгодно, потому что, ну что ты, вот он на второй день пришел с букетом цветов, там, с каким-то подарком принес, и все, и умаляет, на коленях там стоит, что любит и так далее и тому подобное. Здесь приведу пример вот из нашей с мужем жизни. Так, как я говорила раньше, у нас есть большой опыт съемных квартир. И вот как-то мы, снимая квартиру, жили на одной площадке с хозяевами квартиры. И как-то утром мой муж отвел дочку в садик, возвращаясь домой. Да, что ж такое? Придется врезать. Как-то утром мой муж отвел дочку в садик и, возвращаясь домой, зашел в цветочный магазин и купил мне букет цветов. Поднимаясь, мы жили на третьем этаже, поднимаясь по ступенькам, столкнулся, как говорится, с хозяйкой нашей квартиры. Она говорит, вау, в 9 утра типа с цветами, что провинился перед женой? Ну, такие глаза вылупил на нее. Почему? Говорит, провинился. Нет, говорит, я просто очень люблю свою жену и хочу ей сделать приятное прямо с самого раннего утра. То есть у человека, у людей вообще что в голове? Что обязательно, вот если особенно в 9 утра мужчина идет с букетом цветов, значит, он провинился. Либо он, может быть, не ночевал дома или еще что-то. Потому что, как говорится, жена получила тренделей и вот утром идет реабилитироваться. Итак, вернемся к нашим жертвам. То есть у них есть желание, но они, как говорят, ну вот я не в состоянии, не получается у меня. Поэтому вот вынужден мириться. Уволили один раз с работы, второй раз. Там не получилось, там не удалось. И, ну что, вынужден с этим мириться и похоронить в глубине души там свои желания. Потому что если я попытаюсь их реализовать, это будет неправильно. И так как и тут идет куча причин, куча отмазок и так далее. Поэтому я добровольно выбираю для себя страдания. Это меньшее зло. Этим я жертвую там своими личными интересами ради, к примеру, детей. У нас же там дети есть. Ну как там дети без отца или наоборот что-то такое. Ну как я что-то сделаю. Вы понимаете, все вот идет, череда, цепочка таких отмазок. И самое интересное, что люди сами эту идеологию поддерживают. Позиция жертвы и избегания это очень удобно. Очень удобно для многих. Можно сыграть на жалости, можно устроить забастовку, объявить голодовку. Можно требовать и манипулировать другими людьми. И при этом еще и закон поддержит, да, и льготы и пособия дадут жертвам, да, униженным и оскорбленным. В основе всего, в основе всего лежит выбор каждого, каким быть. Итак, идем дальше. Помощь. Что такое помощь? По моему мнению, это безнаказанное унижение человека, который оказался по тем или иным причинам в срыве, в яме, да, скажем так. Так, несколько лет назад мой муж привел к нам домой грязного, такого обтрепанного, воняющего, молодого, такого нищего. Ну, может быть, не нищего, бомжа, скажем так. Так, вымыли мы его, одели в чистую одежду, накормили. Причем еще дали деньги, чтобы он смог снять комнату. Еще договорились с ним, то есть взяли его на работу грузчиком. Так, как я говорила, у нас торговые как раз палатки были. Мы работали перед автовокзалом, стояли у нас палатки. И мы договорились, что он поработает у нас грузчиком, что на утро он выйдет на работу. Боже мой, он благодарился слезами на глазах, клялся, божился, что придет. Не вышел. Печалька вышла. И, знаете, ну, не вышел-то не вышел. Ладно, каково же было наше удивление и какое-то, в каком-то плане разочарование, когда через несколько недель мы увидели этого молодого человека опять где-то на автовокзале. Там опять он ходил, попрошайничал, одетым был, грязный, в лохмотье, опухшее от пьянства лицо было. И на вопрос, куда все делось, и одежда, и все, которые ему подарили, последовал ответ. Как вы думаете, какой? Продал. Продал за бутылку, продал за две, не знаю. Про деньги, конечно, мы спрашивать не стали, почему он не живет там, потому что денег дали ему достаточно, чтобы мог снять комнату. С тех пор, ну, не знаю, как другие. У нас такая принципиальная позиция, мы не подаем нищим. Я подаю и то, потому что я музыкант, и подаю тем людям, которые играют, даже стоят в переходе. Я понимаю, что, может быть, это тоже опять-таки на кого-то, но я вижу, что человек просто работает. Я знаю, что это довольно-таки такая нелегкая работа, стоять с аккордеоном, держать его на своих плечах, держать в руках, стоять и играть. Либо скрипка, то же самое, неважно. Ну, вот, может, это в причину моей профессии, потому что я сама музыкант, и вот это, но отношение у меня какое-то особое к музыке. Поэтому я, бывает так, да, подаю тем людям, кто играет. Потому что я считаю, что все-таки проводится какая-то работа. Это все равно, что человек не просто просит милостыню, а работает. Считаю я, что помощь помогает вообще-то только больным и раненым. Вот истинная помощь по-настоящему помогает. Да и то вот только в том случае, когда они находятся в бессознательном состоянии, или состоянии, либо маленькие, они действительно не понимают, еще не могут решить, не могут брать настолько ответственность за себя и за свое состояние. Во всех остальных случаях помощь унижает и провоцирует к паразитизму. Я думаю, что кто-то из вас думает, что вот надо же друг другу помогать, ну как это так? Потому что это сейчас возведено чуть ли не в ранг истины жизни, что надо помогать. А я думаю по-другому. Вот обратите внимание, в каких слоях общества, населения принято вот этот вот принцип, да, что надо друг другу помогать. Насколько вот эти люди успешны в жизни? Ведь именно это те слои, где принято постоянно жаловаться, где постоянно просить о помощи. Это слои нашего общества, которым некогда мечтать, некогда создавать будущее. У них постоянно не хватает времени на что-то хорошее, на радость, на удовольствие. Их время и сознание полностью поглощены процессом выживания. Я это вижу вокруг очень много таких людей. И выживание, выживают они в этом враждебном, да, в кавычках для себя мире, потому что они считают, что всё вокруг, все враждебны, всё вокруг плохо, что все им должны, что всё вот, им никто не помогает, у них отбирают и так далее. По их мнению окружающий мир вот опасен, враждебен, несправедлив к ним. И они с ним постоянно борются, воюют. Посмотрите повнимательнее. Не узнаёте ли вы в этом описании себя даже? Иногда я слышу людей, которым, ну, ой, настолько вот приятно было помочь, ну, человеку приблизительно такому же бедному, ну, не скажу бедному, но на уровне, который находится тот сам же, тот человек, который помог. Потому что помогая другому, человек даже может быть неосознанно, на уровне подсознания всё равно чувствует себя выше того, кому он помогает. Да-да, и не отпирайтесь, потому что это так. Сама через это проходила и сама вот это чувствовала. И не я одна. Большинство людей, подавляющее большинство, оказывая друг другу помощь, человек тем самым в первую очередь тешит своё самолюбие, что вот да, я это смог сделать, а он, увы, вот нуждается в моей помощи. И где-то в глубине души, в подсознании, человек, который помогает, начинает считать объект своей помощи обязанным себе. Откуда появилось такое классическое высказывание, что ни одно благое дело не остаётся безнаказанным? А кто вам сказал, что помощь — это благое дело? Как я уже говорила и повторюсь, помощь — это безнаказанное унижение человека, который оказался по тем или иным причинам в яме, в срыве. Потому что я более чем уверена, вот смотрите, я не знаю, как для вас, для меня, да вот я сужу именно по нашей семье, для меня, для моего мужа было всегда очень-очень сложно, очень неприятно, очень противно, мерзко прямо подходить и попросить помощи или пожаловаться, сказать, что да, вот у нас что-то не получилось, мы не успели и так далее. Я сейчас расскажу случай. И вспомните себя, подумайте, оглянитесь назад, не было ли вам самим вот мерзко, или, по крайней мере, не оставался ли у вас такой неприятный осадок и чувство какой-то собственной неполноценности после того, как вас пожалели. Это неважно, по какому поводу. Или предложили помощь, или вы попросили помощь, и вы были вынуждены все-таки ее принять. Задумайтесь об этом, вспоминайте. Здесь я вам скажу опять-таки про оплату за съемное жилье. Повторюсь, я всегда привожу примеры из жизни, которые вот мы проходили с собственного опыта, потому что у других, может быть, было по-другому, но это наш опыт, и это наш приход к осознанию вот этих вещей и к ответственности за свою жизнь. Опять-таки, мы снимали жилье, и бывало несколько раз, что у нас по тем или иным причинам, опять-таки, да, потому что, наверное, впадали, не то, что, наверное, а точно впадали в позицию жертвы, да, и не хватало суммы, чтобы рассчитаться вовремя за съемную квартиру. И приходилось вызванивать хозяйку, да, или хозяев квартиры, и просить, либо просить отсрочку, либо там говорить какие-то объяснения, почему у нас не получилось, ну, и просить, и так далее, поймите, а может быть там, что у нас не получилось. Ну, короче говоря, вы понимаете, просить, всегда просить либо отсрочку, либо еще что-то. Это было, и тогда у нас с мужем началось, потому что не у него, это ему давалось с трудом. Почему? Потому что ты чувствуешь, когда ты начинаешь просить, ты чувствуешь себя каким-то неполноценным, чувствуешь себя никчемным, да, что ты не ответственный за свою жизнь, ты не можешь решить свои личные проблемы. А тем более, если взять как для мужчин, а было тяжело, оба приезжие в Москву работали, и тем не менее, почему говорят, что вот приезжие добиваются в Москве, как говорят, приезжие захватывают столицы. Почему? Да потому что они все время берут ответственность за свою жизнь на себя. Потому они и добиваются, потому они и захватывают. Большинство в Москве приезжих действительно добиваются хороших, хороших, ну, успехов, да. Вот. Что я хотела сказать? Именно в этом направлении, друзья, когда человек привыкает, что один раз попросил, а у нас было это несколько раз, и понимаешь, что ты начинаешь паразитировать. Это самый настоящий паразитизм. То есть ты пользуешься. А, еще и радуешься. Ой, мне помогли, получилось решить проблему. Это не решение проблемы. Это ты продолжаешь паразитировать. Ага, не получилось это, то есть пожалели этот раз там, пошли навстречу, значит, в следующий раз тоже возможно. То есть ты не двигаешься к чему-то новому, к росту, чтобы что-то изменить, а ты остаешься на том уровне, будто и в следующий раз тоже так же получится, а в следующий раз может так не получиться. Вот в чем дело. Понимаете? И еще потом, знаете, что происходит? Такой момент становится очень неловко потом общаться с человеком, который тебе бескорыстно помог, который тебе пошел вроде бы навстречу. И именно вот это вот бескорыстно, потому что если бы каким-то образом вы оплатили бы оказанную помощь, то это уже не помощь. Это купленная за деньги услуга или какой-то паритетный обмен, никакого унижения не вызывающий. Не возникает, вот лично у нас возникало желание реже общаться с людьми, которые помогали, избегать. Потому что, я говорю, чувствуешь себя неполноценным. И так вот возникает паразитизм, так возникает паразитизм и в семьях, так возникает паразитизм просто по жизни. Паразитируют дети на своих родителях, жены на мужьях, мужья на женах и так далее. Это сплошь и рядом, я вижу. То есть помощь и паразитизм – это две стороны одной и той же медали. Поэтому вот понятно, почему вслед за помощью довольно часто следует разрыв взаимоотношений со стороны того, кому помогли. Потому что это естественное желание реже, как нежелание обращаться к врачам. Почему люди до последнего момента ждут, не идут к врачам обращаться? Потому что не хочется, боятся. И обратная сторона вот таких взаимоотношений при помощи весьма наглядно показывает унижение того, кому помогают. Потому что в помощи нуждаются люди, которые выбрали для себя позицию жертвы. И когда им помогают, они на подсознательном уровне, помимо результатов, ну помимо того, что помощь, какую они получили, что тоже приятно, они получают еще и наслаждение от того, что их вот такая позиция поимела отклик. Я вам говорю, что да, мы же потом еще и рады. Вот видишь, как здорово, нам пошли на встречу, нам помогли. Сами не понимая, что становимся в позиции паразита, в позиции жертвы. Вот. И даже могут прослезиться. Человек может прослезиться, когда принимает вашу помощь. Что и со мной тоже бывало. И что интересно, самое прикольное, что эти слезы будут абсолютно искренними. Абсолютно искренне польются прямо. И доставляют еще и наслаждение для человека, который принял помощь. Вдоволь, там, пожалел самого себя, пострадал, протащился от этого. И вот это совершенно искреннее проявление позиций жертвы. И получая вот такую помощь, эти люди наслаждаются от своего унижения прям по полной программе. Для большинства людей, которые выбрали для себя жертвенную позицию по жизни, получение жалости и помощи становится нормой жизни. Вы наверняка, если посмотрите в своем окружении, или глянетесь назад, вы наверняка сразу поймете, вот сейчас, оглядываясь назад, то есть с точки зрения уже услышанного, вы сразу понимаете уже, кто, что из себя значит. То есть кто, из какой позиции идет по жизни. И самое главное, что они верят в эту истину, да, и этому учат своих детей. Они с этой истиной, они идут по жизни. И смотрите, что получается еще. Вот если вы сейчас тоже проведете такой краткий анализ, обратите внимание, что люди, которые часто помогают другим людям, как правило, окружены вот такими друзьями в кавычках, которые занимают позиции жертвы, окружены прямо очень-очень сильно. Частенько вот бывает, что человек, который помогает другим, попадает в сложные для себя ситуации, он остается один, потому что все сдуваются, все пропадают, все многочисленные друзья куда-то деваются. Потому что, я повторюсь, здесь появляются такие песни про людей, людскую неблагодарность. А чего вы хотите? Чего хочет человек, если он постоянно окружал окружающих людей, вот собирал вокруг себя таким образом, что согласился это терпеть, все, она унижала людей. Людей, которые сами себе ничего не представляли, те, которые паразитировали на нем. Теперь человек получает результат заслуженно, абсолютно. Кто-то здесь может мне сказать, что ну как так, что вот в России всегда было принято помогать другим людям, что вот это как бы норма жизни, это устои нашего народа. Да, друзья, это именно так. Ну каким результатом мы пришли? Не надо, вот смотрите, вот сейчас с такой позиции, можно сказать, ударили по больному, потому что, скажу, что мы долгое время, Россия, ну и бывшее постсоветское пространство, долгое время живем в таком обществе, где позиция жертвы возведена чуть ли не в рамк государственной философии. Понимаете? Очень такая благодатная почва для доведения народа до такой жизни. Вот посмотрите вокруг. Большинство, это я просто когда отъехала от Москвы, немножко под подачей посмотрела, как живет не Москва. Москва это не Россия, Москва это даже не Подмосковье уже. Но давайте вернемся вот к взаимоотношениям людей вот при помощи. Давайте посмотрим на взаимоотношения людей при помощи немножечко шире, потому что это только один из многих способов взаимоотношений в их деятельности, ну по жизни, да. И если к нему внимательно приглядеться, то что он олицетворяет собой? Смотрите, это получается хорошо известная нам позиция или-или. Или ты мне помогаешь, или ты мне нет. Или там ты мне одалживаешь деньги, или нет. Или ты там помогаешь мне покупать квартиру, или нет. Или еще что-то. Или ты меня везешь туда к родственникам, или нет. И здесь вот попробуйте сами продолжить вот мою мысль. Если помощь, друзья, соответствует контексту или-или, то здесь получается, что предполагается вот паразитизм более слабого на более сильном. То есть создается такое неравенство людей, расслоение общества на бедных и богатых. Почему бедные не любят богатых? Потому что идет вот это расслоение, потому что идет или-или. Способствуется это только обострению конфликтов. И чем больше богатые помогают бедным, тем более бедными становятся бедные. И тем более они ненавидят тех, кто им помогает. Вдумайтесь. Вот приходят люди. Это редкость, которая действительно стремится и понимает. Я не помню, чья фраза, по-моему, Ахматова. Она говорила, что помогать нужно только богатым. То есть помогать нужно тем людям, которые действительно богаты, стремятся дальше. Потому что бедность – это не порог. Бедность – это выбор по жизни. И здесь, смотрите, помогая другому человеку, что получается, что мы делаем? Мы выполняем за него часть работы или даже всю ее целиком. Причем именно ту часть, которую человек не может выполнить сам. Таким образом, что мы делаем, когда мы помогаем? Мы лишаем человека возможности на практике научиться делать то, что ему нужно, как воздух. Но он этого не умеет. И мы, получается, оказываем ему медвежью услугу, помогая. Тем самым мы даем ему повод обращаться к нам вновь и вновь. Вновь, потому что мы помогли. И вы ставите, мы ставим. Тот человек, кто помогает, он ставит в зависимость от себя, того, кому он помогает. И сам же страдает от его паразитизма. Здесь я повторюсь, что помощь и паразитизм – это две стороны одной и той же медали. Я тоже приведу пример из жизни. Одна знакомая недавно в метро подошла к проходящей по вагону нищеньке, которая просила денег на пропитание. И все говорила, что ее не берут на работу, что нет прописки и так далее. Предложила. Она ей говорит, ну давай я тебя устрою, ну вас устрою на работу. Ответ нищеньке поверг ее в шок. Спасибо, не надо. Нищество – это не горе этих людей. Это мы так думаем по своим меркам. Потому что нищество, повторюсь, это их добровольный выбор. Это их реализованное желание. Если хотите, даже состояние души. Как и проституция, как жены пьющих, избивающих мужей и так далее. И не за что их жалеть. Они по-своему счастливы. Их постоянная нужда и потребность в помощи – это способ зарабатывать на жизнь, манипулируя при этом окружающими людьми. Ну кто-то мне скажет, ну как, что, не помогать людям? Ведь ну как, мы должны делать добро, мы должны помогать. Да, друзья, должны. И это правильно, это нормально, это хорошо. Но есть альтернатива помощи. Смотрите. Помогая человеку, вы лишаете его возможности научиться самому делать то, что ему нужно. Но по тем или иным причинам он этого или не умеет, или не хочет уметь, или ленится, или считает других людей ему обязанным. Ну позиция вообще вот идейного паразита, когда вот считает, что кто-то ему что-то обязан, должен. Это идейный паразит. Возможно и более такие сложные варианты, что может побудить человека перестать паразитировать и научиться действительно эффективно реализовывать себя в собственной жизни, брать ответственность за себя, стать осознанным. И здесь возможны разные варианты. Первое, что может открыть возможность для бывшего паразита жизни жить, вернее, простите, честно и равноправно, не унижаясь при этом перед другими людьми, не манипулируя ими, это срыв. Когда человек оказывается в яме, на дне, всё. И он понимает, почему я говорила вначале, что все доводят, любят доводить, потому что только в таком состоянии человек уже, извините, берёт себя за одно место, поднимает. И что-то делает, предпринимает какие-то шаги, когда уже дальше падать некуда, уже всё, самое-самое дно. И вот именно этот называется такой срыв. Именно дать почувствовать человеку, что его методы создания собственного благополучия, что его стиль жизни лишен возможности паразитировать на окружающих, приводит к краху, приводит к тому, что всё. И здесь надо быть с человеком рядом, поддержать человека, который оказался в такой сложной ситуации. Понимаете? Помочь выбраться. Так это получается, что опять будет помощь. Ну смысл, да? Ты же ему всё равно помогаешь. И здесь, друзья, я хочу сказать, поддержать, а не помогать. В чём разница? Чувствуете разницу? Помощь — это сделать за человека. Поддержка — это побудить человека к тому, чтобы он сам сделал, мотивировать его. А если он не умеет, если он никогда этого не делал, вот это и получается срыв. Вот это срыв для человека. Это вот такое, знаете, получается, приходит в таком беспомощном состоянии. Время становиться умнее, значит, наступило. Когда человек находится в состоянии срыва, это настолько дискомфортно для личности, которая паразитирует, что человек волей-неволей начинает учиться. И здесь бывает, да, либо человек начинает учиться и выходит из этого, либо человек опускается, то есть на самое дно и даже заканчивается, скажем, смертью. И здесь вот задача человека, который истинно, реально хочет помочь, да, помочь человеку, эта задача заключается в том, чтобы не дать человеку упасть духом. Вот в этом и заключается поддержка. Не дай вам Бог начинает этого человека жалеть и с поддержки съехать на помощь. Всё. Человек мгновенно поймёт, что вы несерьёзно в своих намерениях, что вы опять дали слабину и постепенно перевесит на вас всё, что до этого дальше было. Плюс ко всему ещё и все свои срывы, все свои вот такие попадания в яму, он тоже на вас перевесит. Стоит чуть-чуть пойти на поводу у манипулятора, и вы окажетесь по уши в его проблемах. Поддержка заключается в том, чтобы вдохновить человека, убедить его поверить в себя, в свои силы, в свои способности, в свой интеллект. Какие методы для этого нужны? Для всех, я вам скажу, они разные. Кому-то достаточно сказать, вот ты сможешь, у тебя всё получится. Кого-то может вдохновить просто молчаливое вот такое спокойствие, добрый взгляд. Кому-то требуется нежность, ласка. Для кого-то, может быть, хорошо работает даже оплеуха или мордобой, но не ради того, чтобы выместить свою злобу на паразите, а для того, чтобы разозлить этого человека и позволить ему дать вам сдачу или ощутить, что, может быть, первый раз в жизни стал победителем в чём-то. И скажу я вам, непросто поддерживать, бывает, людей. Здесь мне вспоминается анекдот, как научить женщину плавать. Ну, надо аккуратно взять женщину за нежные места и водить её по поверхности воды, пока она не поплывёт. А если речь идёт о твоей сестре, тогда столкни её просто в воду. Здесь хочется мне ещё сказать, что очень мощный фактор поддержки является доверие. Когда человек получает доверие в сложных и ответственных жизненных вопросах, это настолько бывает ошарашивает человека и заставляет его кардинально пересмотреть всю свою жизненную позицию и раскрыться как очень яркой и талантливой Личности. Самое-самое лучшее из всех поддержек, друзья, это Любовь. Любовь чистая, открытая. Она окрыляет. Она позволяет раскрыть человеку свои самые лучшие, самые сильные качества. Она позволяет человеку стать лидером своей собственной жизни, то есть капитаном своего жизненного корабля. Да, посмотрите на детей, которых любят. Вам больше даже ничего не надо знать. Позиция лидерства, позиция осознанности, ответственности, скажу, она даёт результаты при любой власти, при любой религии, в любом обществе, при любых законах. Всегда можно стать умнее и продвигаться от желания к результату, уступая любым ограничениям. И в любых ситуациях оставаться верными своей мечте. От этого только обретаете новых друзей, новую поддержку, новых знакомых. И вот тут я вам скажу, мои уважаемые слушатели, что что-то, что скорее вам не понравится. Дело в том, что, исходя из позиции ответственности, то, что вы получаете в жизни, в каждый её момент полностью соответствует тому, что вы заслуживаете. То есть вашему вкладу в окружающий мир, в общество, в социум, в вашему социальному статусу тоже. Предполагается, конечно, здесь, что вы умеете принимать, с приятием у вас нет сложностей, нет проблем. Вы умеете принимать то, что вам даёт мир, то, что вам даёт социум. Каждый момент в вашей жизни окружающий мир расплачивается с вами адекватными вам результатами. Сказать вот иными словами, правосудие свержается в тот момент, когда вы получаете свой результат, каким бы он ни был. То есть в момент получения результата вы и окружающий вас мир находитесь в расчёте. Как вы перед миром чисты, так и он перед вами. Никто никому ничего не должен. Практика критерии истины. Не зря же это говорят. Что получил в реальности, то по жизни и заслужил. И любое недовольство или предъявление претензий, любая жалоба, всё это есть неприятие своего результата. Всё это есть желание получить от мира больше, чем вы заслуживаете. И как следствие, конечно же, желание паразитировать на окружающих вас людях. Про отношение к паразитам в любом обществе мы говорили выше, да и сами прекрасно вы знаете это без меня. Так что с позиции ответственности, друзья, любой человек, предъявляющий любую претензию, становится в позиции жертвы и начинает разрушать в первую очередь свою жизнь. Кстати, отсюда и идёт божественная христианская заповедь, ну не судите, да не судимы будете. Или если взять в народном контексте трактовки, да, после драки кулаками не машут. Нет смысла, там, что-то, куда-то ходить, кого-то оскорблять, ругаться, унижать и так далее. Правосудие уже свершилось в тот самый момент, когда вы получили реальный результат в вашей жизни. Всё. Не мне говорить вам, чем отличаются люди, которые постоянно предъявляют претензии, от тех, которым не приходится их предъявлять, которые делают, либо делают это очень и очень редко, которые, потому что не попадают в таких ситуаций, которые, когда хочется предъявлять претензии, такие люди, они редко, очень редко, потому что они по жизни идут и с позиции победителя, с позиции силы, а не с позиции жертвы и паразита. Задумайтесь об этом. Ну, как вам, понравилось? Я хочу сказать, признаюсь сейчас вам, что только что я протестировала вас, да, и результат этого теста, я думаю, вы ощущаете в глубине души, прямо сейчас, вот слушая этот каст, и вы принимаете на себя позицию ответственности, либо вы не принимаете. Что было вот только что мной сказано? Спродоведливо, с точки зрения позиции ответственности, с точки зрения, с позиции безответственности, то есть жертвы, это всё неверно. Вам сейчас хочется возразить, хочется что-то подправить, хочется переставить местами, может быть, причину и следствие. И всё вы прекрасно знаете, кто вы по жизни. Пожалуйста, не тешьте себя иллюзиями, не делайте это, а возьмите на себя ответственность, станьте осознанными. Потому что, если ваше нутро не принимает только что услышанное, то ваша любимая позиция, это позиция жертвы и паразита. Я могу сказать, что это и неплохо, и нехорошо. Практически все люди время от времени используют эту позицию. Иногда это даже бывает приятно. Иногда это приятно бывает даже окружающим. Иногда. Но ваши результаты это тому подтверждение. Они лучше всего иллюстрируют, кто вы и что вы. И если вот сейчас вы, прослушав этот каст, воскликнули, блин, так вот в чём дело, вот почему у меня не получается. Или же вот то, что было сказано, то, что вы услышали, вы давно этим владеете, давно этим знаете, и это является даже вашими жизненными принципами, то я вас поздравляю. Вам предстоит очень яркая, наполненная жизнь. Взлёты и падения, ваш удел, как говорится, ну это нормально. Взлёты и падения, это хорошо, это здорово. Главное подниматься на один раз больше, чем упал. И уже вы будете впереди планеты сей. Вам предстоит создать очень-очень много в этой жизни. Ваш вклад в окружающий мир будет огромен. И естественно, он обеспечит вам достойную жизнь, достойное положение, достойное уважение. И нам с вами, друзья, по пути. И ваши результаты будут тому иллюстрации, ваши результаты будут тому подтверждения. А теперь, друзья, я хочу, чтобы вы вернулись к тесту детектор лжи. На те вопросы, которые вы ответили себе честно в начале нашей серии видеоуроков. И с позиции той, которую вы сейчас уже узнали, зная всё, что вы знаете сейчас, что вы прослушали, написали бы вы то же самое, что написали после прослушивания первого видео. Или вы что-то бы изменили. Вот это и будет ваш выбор. Вот это и будет ваша осознанность, ваша ответственность за свою жизнь, за своё будущее. Не только за своё будущее, но и за своё хорошее, счастливое, гармоничное, настоящее. Выбирайте, уважаемые слушатели, ваш ход сейчас. Обе позиции – это ваш добровольный выбор. Либо вы делаете прорыв в своей жизни, берёте на себя ответственность и идёте менять, делать что-то в своей жизни. Либо вы продолжаете идти по жизни в позиции жертвы и паразита. Каким вам надо быть, чтобы ваша жизнь в наибольшей степени соответствовала вашим желаниям? Вы знаете, это как договор, который вы заключаете сами с собой. Как договоритесь, так и будет. На какой срок договоритесь, так и выполните. У вас сейчас есть прекрасная возможность договориться на зимний прорыв, сделать за эту зиму, сделать такой прорыв и привести такие результаты, которые, как говорится, вам и не снили за все предыдущие годы. Как вы договоритесь, так и выполните. Это ещё очень удобно тем, знаете, чем, что обе договаривающиеся стороны всегда вместе и всегда знают, честны ли они по отношению друг к другу. Всегда могут внести любые исправления или добавления. И всегда могут вообще передоговориться. По-моему, более удобного, гибкого и надёжного договора трудно себе даже представить. Это ваш договор собственного бытия, ваш договор собственного настоящего и желаемого будущего. Договаривайтесь сами с собой почаще и ваша жизнь начнёт наполняться реализованными мечтами, желаниями. Радость, любовь, здоровье, богатство пропишутся в вашей жизни. А в коуч-тренинге «Зимний прорыв» уже мы с вами заключим взаимовыгодный договор и вы гарантированно получите мою поддержку. Я обеспечу вам необходимый настрой, не дам рискам проявиться, буду удерживать ваш фокус на цели и передавать вам процветающий и денежный образ мышления. Введите ваши данные в форму на этой странице и мы встретимся с вами в коуч-тренинге «Зимний прорыв». Ну а с вами была Анастасия Час. Всего вам доброго. Благодарю за внимание. До встречи в коучинге. Пока-пока.